Товарищи Нивоводы, гости и зрители моего канала рад всех приветствовать. Итак, в сегодняшнем видео я дам вам самую полную информацию и отвечу на главные вопросы, которые вас интересуют. Это вопросы по применяемым масляным фильтрам для автомобилей всего семейства Нива. Будь то Нива Тревел, будь то Нива Легенд, будь то Нива Бронто, Нива 2131 пятидверная, Нива Шевроле, без разницы. Мотор у них у всех один и тот же, четырехцилиндровый, восьмиклапанный на 83 лошадиные силы. Старый, добрый, проверенный силовой агрегат с цепным приводом ГРМ. Итак, сегодня будет очень много подробной информации. Попытаюсь ничего не забыть, не упустить никаких деталей. Опираться я буду в большей степени на руководство по эксплуатации, зачитывать ту или иную информацию. Я буду ее комментировать со своей стороны, немного вносить ясность в эти моменты, которые я буду озвучивать, ну, читая руководство по эксплуатации. И сегодня, я думаю, что мы поставим жирную в точку в подборе масляных фильтров. Был ряд вопросов ко мне с непонятками от людей после публикации последнего моего видео на телеграм и на ютуб канале. Там меня закритиковали, что это ты, Ярослав, раньше все за МАН говорил, что МАН хороший фильтр. Тут снова вернулся к ЛАДе фильтрам. До этого ЛАДу фильтр хайл, говорил, что он плохой. В общем, люди не разобрались толком в вопросе, не слушали внимательно меня в видео, не поняли сути сказанного мной и начали, вот, так скажем, писать подобного рода комментарии по своему незнанию. Итак, давайте сейчас я внесу всю ясность, пройдем в автомобиль, очень сильный ветер. Так, фонарик выключаем, садимся в автомобиль. Итак, вашему вниманию сегодня я представлю именно на сегодняшний момент, на сегодняшний момент времени четыре самые ходовые позиции масляных фильтров для современного семейства автомобилей Нива. То есть, это, как правило, короткие фильтры. Не как на старых Нивах были, огромные длинные фильтры ставились, а именно короткие фильтры. Исходя из моего опыта продаж, ну, кто меня знает, вы прекрасно понимаете, что у меня есть определенная статистика, реальная, жизненная. Дело в том, что у меня есть небольшой отдел автозапчастей, я занимаюсь автозапчастями сам, да. И вот смотрите, у меня есть определенная реальная статистика, какие масляные фильтры люди покупают больше всего на Нивы, и по каким фильтрам отрицательные отзывы, по каким фильтрам положительные отзывы, какие плюсы, минусы и недостатки. В данном видео я вам сразу говорю, нет никакой ни рекламы, ни антирекламы. Я не эксперт, просто выражаю вам исключительно свое мнение, основываясь на своем опыте эксплуатации и опыте эксплуатации, ну, моих клиентов, кто постоянно у меня приобретает ту или иную продукцию и обслуживает свои автомобили. Вот смотрите, перед вами 4 фильтра. Это MAN-фильтр, MAN-фильтр, фильтр FELIX наш отечественного производства, LIVN, про который я вам рассказывал в последнем моем видео, к которому я пришел в итоге на финише. И вот он, фильтр LADA, еще такой же, оригинальный, но только синенького цвета. Сейчас вот с этого места немного поподробнее. На меня как бы поступила такая критика, Ярослав, ну как же так? Ты же в своих видео говорил, что LADA-фильтр плохой, что я его никогда не поставлю и тому подобное и так далее. Как так? А теперь уже говоришь, что поставлю. Смотрите, фильтр LADA оригинальный, фильтр фильтру розень. Нужно быть очень внимательным. Они, во-первых, разные по конструктиву, разные по цене, эти фильтры. Хотя идут они в одной и той же упаковке. Вот это абсолютно одинаковые две упаковки, и они абсолютно от разных фильтров. А хотя все позиционируются вот как оригинальный масляный фильтр LADA. Что самое интересное, у них на верхнем клапане есть такая голограмма, а снизу ничего нет. Вот это интересный момент. Ну ладно, видео не об этом. Итак, какой фильтр же я ругал и сказал, что никогда не поставлю в машину? Ругал я вот этот вот фильтр. Вот он. Синенького цвета. Вот он. Фильтр масляный. Значок LADA. Ругал я именно его. Именно он меня подвел. Здесь вот написано, что изготовлено по заказу LADA Image, город Тольятти, улица Северная, 81. И изготовлено по заказу-то написано. А кто изготовил, я так и не понял на самом деле. Если с ливными все понятно, то вот тут немножко какая-то непоняточка формируется. И дальше вашему вниманию. Вот когда покупаете масляный фильтр, на что в первую очередь обращать внимание? Во-первых, на то, какая пропускная способность будет вообще у масляного фильтра. Конструктивно пропускная способность. Тут много факторов, которые влияют на пропускную способность фильтра. На его скорость прокачки в момент, после того, как вы сделали техническое обслуживание, поменяли масло в двигателе, завернули новый фильтр. Итак, какой первый показатель? Это количество отверстий, засверленных на корпусе. То есть, это и будет, так сказать, в целом определять пропускную способность, скорость пропускной способности моторного масла. Когда начинает масляный насос давить по всем каналам системы смазки моторное масло. Именно количество вот этих отверстий, чем их больше, тем лучше. Я буду говорить простым языком. Берем в руки тот же MAN. Здесь этих отверстий всего 4. То есть, здесь, возможно, масляный фильтр, ой, масляный фильтр, масляный насос будет испытывать большие проблемы. Так как масло, ну, не будет быстро находить свое место. Упираться здесь в какие-то вот эти вот, получается, по каналам будет проходить. И здесь у него будет всего лишь 4 дренажных отверстия пропускных, да. Через клапан он туда проходит. А обратный клапан, внутри который вот этот беленький, он маслу не дает вытекать. То есть, он его держит. Обратный перепускной клапан. Не перепускной, вернее, а именно обратный дренажный клапан. И если в сумме сложить площадь вот этих 4 отверстий, то она будет, ну, небольшая. Соответственно, я думаю, что масляному насосу будет сложнее продавить вот фильтр MAN, масло по магистрали, нежели фильтры вот такие, как вот Феликс, фильтр, да, наш Ливный, оригинальные Ладо фильтры. То есть, смотрите, здесь какое количество отверстий. Если взять площадь, то здесь она будет намного выше. Самое большое количество отверстий это фильтры Феликс. То есть, здесь, видите, стоит силиконовый обратный клапан. То есть, фильтр довольно такой качественный. Мощное уплотнительное резиновое кольцо. Ну, давайте посмотрим, как его позиционирует сам изготовитель. То есть, вот он, фильтр очистки масла 2108M, силикон, двухклапанная конструкция. То есть, перепускной клапан, специальный фильтровальный материал, уплотнительное кольцо из особого нейтрильного каучука, силиконовый антидренажный клапан, высокопрочный стальной корпус. То есть, данный фильтр я использовал сам на моей Ниве Легенд 21 года выпуска. Мне этот фильтр очень понравился. Фильтр хороший. Единственное, я его не эксплуатировал в зимнее время, чтобы проверить, насколько качественно вот это уплотнительное резиновое кольцо. Но чисто интуитивное, и вот на ощупь оно довольно мягенькое такое. Колечко очень высокое и по ширине, ну, внушительное. Ну, давайте возьмем штангель-циркуль, чтобы не быть голословными. И у каждого масляного фильтра, давайте сейчас поудобнее поставлю, мы замерим, сейчас я его включу, мы замерим, так, сбросим, и мы замерим ширину уплотнительного резиного кольца. Так, сейчас. Сильно нажимать не буду. Так, у фильтра Феликс ширина уплотнительного кольца 4,26 мм. То есть, ну, я считаю, что это нормальный показатель. Кольцо такое довольно высокое. То есть, я думаю, что оно должно хорошо работать. Большое количество вот этих вот дренажных отверстий в корпусе будет способствовать тому, что масло, особенно в период, значит, пуска холодного двигателя в зимнее время, будет легче и быстрее прокачиваться масляным насосом и легче. Дальше поехали. Вот, что вызвал этот спор. А теперь берем фильтр LADA, который я забраковал. Обращаю ваше внимание на качество запрессовки уплотнительного кольца. То есть, смотрите, кольцо держится здесь вот это резиновое, не пойми как. То есть, внутри какая-то жестянка, такая идет юбка, и она просто загнута изнутри, чтобы колечко это не выпало. То есть, уже это какой-то лютый колхоз. Видно, что сама по цвету резинка, ну, такая грубоватая, да, бледного такого цвета, и резинка сразу видно на ощупь, что она дубовая. Это о чем говорит? О том, что зимой, возможно, у вас через этот фильтр, через эту прокладку, может масло давануть в сильные морозы. И весь поддон у вас будет в масле. Потом будете думать, что у вас случилось с автомобилем. Потому что вот это качество вот этой резиновой прокладки оставляет желать лучшего. Это проверено на моем личном опыте. А теперь, ради интереса, давайте также штангелем замерим здесь ширину этого колечка. Так, поджали. Ну, вот, что и следовало доказать. Ровно 4 миллиметра. То есть, на данном фильтре самое узкое уплотнительное резиновое кольцо. Что не есть хорошо. И что я заметил, вот именно ставя вот этот синенький масляный фильтр LADA. Вот ты когда масло поменял, все как по инструкции, как положено, на 3 четвертых оборота затянул его, этот фильтр. Какое-то время поездил, там 1000-2000 километров. Например, ты решил поменять масло. И ты понимаешь, что тебе даже не нужен ключ. Рукой спокойно берешь и отворачиваешь. Резинка до того дубенеет вот это, от того, что мотор сильно нагревается, горячее масло. Резинка дубенеет, дает термическую усадку, просадку дает данный материал. И она просто встает деревянной. И ты фильтр отворачиваешь от руки. Этот фильтр вообще желательно, если вы поставили такой фильтр и поменяли моторное масло, через 1000 километров советую вам его немножко подтянуть. Он сам по себе ослабнет из-за того, что просядет вот эта вот резиночка. Вот видите, как уложено. И, кстати, из всех вот этих представленных фильтров, здесь даже бумага какая-то идет светлая, белая. И укладка гармошка неравномерная. Где-то гармошка зажатая друг в друга. Смотришь внутрь, вон, она же запрессованная. А где-то гармошка такая, более свободная. То есть укладка фильтрующей бумаги здесь, ну, так оставляет желать лучшего. Поэтому от этого фильтра я отказался. И сказал, что этот фильтр не очень хороший. А вчера, про который фильтр я вам рассказывал, записывал предыдущее свое видео, к которому я пришел. Этот фильтр, вот даже я его рядом ставлю, у него очень серьезные преимущества. Смотрите, даже вот обратный клапан, обратный клапан. Обращаю ваше внимание, как он здесь перекрывает вот эти дренажные отверстия. Смотрите, да, как резиночка плотно закрывает по окружности везде, да. Полностью перекрывает, четенько закрывает обратный клапан. Теперь берем вот этот синий фильтр и смотрим его внутрь. Видите, дыры какие? Сюда, ближе к резьбовому отверстию. Может быть, здесь конструкция обратного клапана буквой Г. Я не исключаю. Тогда она должна прижимать резиночка, вот этот клапан, по окружности понаружней. Я не спорю. Может быть, такая конструктивная особенность. Но фишка заключается именно вот в этом. То есть, здесь как-то немного по-другому осуществляется работа обратного клапана. Плохо или хорошо? Не знаю. В принципе, лампочка давления и с этим фильтром хорошо гасла. Но в то же время я хочу вам сказать, что он нормально не держит, этот масляный фильтр. Он нормально не держит. Это уже точно. И теперь, ради вашего интереса, смотрите, обращаю ваше внимание. Вот он, оригинальный фильтр LADA, к которому я пришел. Именно ливный. Вот видите, выдавлена прямо штамповка. Ливный. То есть, это сразу понятно. Даже его в руке держишь, сразу видно, что это более качественный фильтр. То есть, здесь огранка другая идет. Такая слабо выраженная. Здесь более ярко выраженная. То есть, сразу видно на качество изготовления. И обращаю ваше внимание. Смотрите, уплотнительная резинка. Здесь какого цвета? Она такая темненькая. И здесь бледная. Серого, аж серого цвета. И теперь давайте вот смотрим, какая здесь ширина резинки уплотнительного кольца. Здесь вот поджал. Она составляет 4,8 мм. И здесь, еще раз возвращаемся. Вот здесь сразу болтается. Оп, поджал. А здесь 4. Вы представляете, практически на миллиметр здесь резинка шире. О чем это говорит? Что этот фильтр будет намного лучше. И обращаю ваше внимание, как четко здесь посажено резиновое уплотнительное кольцо. Никаких заминаний внутри нет. То есть, оно туда вклеено. Это очень надежно. Качество сразу. И вот здесь, как все это все выполнено очень некрасиво. Неэстетично. Так подмято просто, чтобы она не выпала. Ну, сразу видно. Качество изготовления сразу видно на лицо. И здесь сразу вот фильтрующая бумага. Смотрите, там какая светлая. И здесь она уже желтенькая. То есть, уже фильтрующая бумага здесь идет более высокого качества. И уложена она здесь равномерно. Вот мы фильтр крутим. Внутренний дренажный стакан металлический с отверстиями. Видите? Через который мы видим фильтрующую бумагу. Мы крутим его. Мы видим, что бумага уложена примерно плюс-минус одинаково. Обратный клапан. Все надежно. Все отверстия вот эти дренажные перекрывает. То есть, на самом деле, вот этот фильтр для меня на сегодняшний день самый, я считаю, самый надежный фильтр. Благодаря которому у вас по утрам, я думаю, что не будет цепь ГРМ брякать. Не должна. Ну, конечно, да. Я не исключаю тот момент, что у многих все-таки есть проблема в самом гидронатяжителе цепи ГРМ. Гидронатяжители у многих некорректно сами по себе работают. И вполне вероятно, что даже замена на этот фильтр вам ничем не поможет. Ну, в таком случае, да, только менять на механический, автоматический, там, типа ИСАЙ, Пилот или Тополь там, или еще что-то. И вот берем всем известный охваленный МАН. Вот, например, который я держу в руках, на нем даже ультрафиолетовым фонариком нигде ничего не высвечивается. Ни даты, ничего. А вот эти три синие полоски, например, на резиново-уплотительном кольце есть. Вот, видите, три синие полоски, они имеются. Вот, поближе он делаю. Камера сфокусировалась. Бумага, в принципе, внутри такая же желтенькая. Уложена очень хорошо в МАН-фильтре. Такой же гладкий стакан, просто со сверлением. В принципе, ну, дренажный клапан, не знаю, вот эти четыре отверстия, конечно, пропускная способность у этого масляного фильтра будет, ну, я считаю, что не такая эффективная, как у фильтров, я думаю, вот, Феликс. Феликс и оригинальные ливны, даже вот этот вот синенький ладо. Пропускная способность лучше будет. Но нам важно, как работает обратный клапан перепускной, чтобы масло у нас из фильтра за ночь не стекало в поддон. Иначе у вас будет получаться такая ерунда, что каждое утро в момент холодного пуска вы будете прокачивать всю систему, у вас очень долго будет гаснуть лампочка давления масла. Поэтому, обращая ваше внимание, следите за тем, как быстро у вас гаснет контрольная лампочка давления масла на панели приборов. Обращая ваше внимание, если она долго не гаснет, срочно меняйте фильтр, значит масляный фильтр у вас корректно не работает. Вот вам такой вот ответ, почему я сегодня отказался от мана. Все они какого-то непонятного происхождения. И мне вот, почему ты меняешь свои мнения, только глупые люди не меняют своих мнений. Время меняется, меняются технологии, придумывают что-то лучше. Для чего я должен на чем-то зацикливаться и на чем-то останавливаться, если есть люди, которые делают продукцию лучше? Для чего мне пользоваться этим маном и просто быть жертвой маркетинга, когда можно взять наш российский хороший фильтр, им пользоваться, и он ничем не будет абсолютно уступать этому же ман-фильтру? Зачем переплачивать за вот этот фильтр, отдавать по 800 рублей, когда можно купить наш отечественный фильтр Ливна? Это исключительно мое мнение. Я вам сразу говорю, парни, это не реклама, не антиреклама. Я ни за что не агитирую, ни к чему вас не призываю. Еще раз, в сотый раз повторюсь. Это мое личное частное мнение. Я ни на что не претендую. Вот на сегодняшний топ, это вот Ливны, первое место для меня, LADA черный оригинальный фильтр, который действительно, мы видим где он делается. Вот, изготовлено, АО, автоагрегат, город Ливны, сделано в России. Я вижу, я прекрасно понимаю, что это никакая не паленка, и в руках держу по всем критериям, параметрам, самое широкое уплотнительное резиновое кольцо именно на этом, на черном LADA Ливны, который. А берем ман. Давайте рядом поставим ман, всем хваленый. И сейчас замерим у ман сразу же. Так, давайте, не поджимая штангелем. Получается у мана 4,3. 4,3. А еще раз здесь у нас. И вот так же не поджимая. А тут, грубо говоря, у нас даже, ну-ка, еще раз, точнее, чтобы было. Здесь 4,8. То есть здесь у нас самое широкое уплотнительное кольцо именно на фильтре на черном LADA оригинальный, который именно Ливны. Самое широкое здесь уплотнительное кольцо. Это играет очень большое значение. Качество этого колечка играет огромное значение. Потому что двигатель нагрелся, остыл, нагрелся, остыл. А резинка должна работать. Она должна играть. Она должна быть эластичной. И когда на улице мороз, минус 35 градусов, чтобы, не дай бог, где-нибудь в тайге вас машина не подвела, вернее, фильтр не подвел, и это масло не выдавило всю на землю. Поэтому еще такой один вопрос ко мне был очень интересный. Подписчик написал. Ярослав, что-то я не пойму, что за дела такие. Причем тут температура окружающего воздуха и вязкость моторного масла? Типа зачем переходить там, ну, отталкиваясь от температуры окружающей среды, если температура двигателя всегда постоянная? На самом деле, меня этот вопрос в некоторой степени, ну, немного шокировал. Вот лично вам немного хочу пояснить. Вы поймите правильно. Температура вашего двигателя, она не всегда плюс 90, плюс 95. То есть температура антифриза в системе охлаждения. Вы же вечером приезжаете домой, ставите машину на стояночку, если вы живете в городе. На улице зима, мороз минус 20, там, минус 30 градусов, минус 25. Машинка у вас осталась на стояночке и 12 часов до утра она у вас стоит, остывает. Что будет в мороз? Правильно. Моторное масло в поддоне двигателя, оно загустеет, как и любая техническая жидкость. Все замерзает. И антифризы замерзают, и трансмиссионные масла замерзают. Все замерзает. Поэтому очень важно то, какое моторное масло вы применяете. И именно нужно отталкиваться от температуры окружающей среды, а не от температуры двигателя. Такие интересные вопросы мне люди задают. Я просто прекрасно понимаю, что человек либо не понял, либо сам толком в этом не забрался. И вот эти индексы 5В40, 5В30, 10В40, это не просто цифры, это индекс. То есть поймите, 5В, winter, зима, то есть первый индекс 5В, это у нас зимний индекс при применении по низким температурам, критерий, как оценивается. Делается у нас, грубо говоря, от числа 35 вы отнимаете пятерочку. Получается у нас, что моторное масло 5В, индекс, который начинается 5В, первое число, это у нас можно эксплуатировать до минус 30 градусов. Вторая сороковка, вы уже отнимаете от числа 40, отнимаете уже пятерку наоборот. И у вас получается, что летом вы можете эксплуатировать до плюс 35. И 5В40 считается самым универсальным моторным маслом. А вот уже, например, берем 5В30, у них, смотрите, мы смотрим первый индекс 5В, 5w, мы как бы вычитаем с 35 пятерку, мы получаем также до минус 30, а вот летом обратно, тут уже 30, мы вычитаем, и получается, вычитаем уже пятерку, и у нас получается, что только до плюс 25. Поэтому вот эта вязкость моторного масла, именно способность его сохранять все свои смазывающие свойства, способность сохранять хорошую масляную пленку, именно влияет температуру окружающего воздуха. Вот вы сами представьте, на улице мороз, минус 30, у вас залито в поддоне 10В40, полусинтетика, и вы на холодную стартером пытаетесь прокрутить холоднючий двигатель. Масло все застыло, оно как цередол, бедный ваш масляный насос пытается по каналам все это дело везде протолкать, везде толкнуть. А еще какой-нибудь стоит дешманский или какой-нибудь там паленый масляный фильтр с непонятной фильтрующей бумагой стоит внутри, да, и пытается все это протолкнуть, и у вас вот потом происходит масляное голодание, гидрокомпенсаторов, гидронатяжители цепи, отсюда появляется лязгание цепи по утрам. Это все в совокупности низкого качества масляный фильтр и низкого качества неправильно подобранное по вязкости моторное масло. На холодное время года, конкретно в моем регионе Удмуртия, лучше всего 5В30. Можно даже и на налевках кататься, то есть 0В40, 0В30, пожалуйста, можно залить. Вот сейчас зима будет, можно залить в нее 0В40 и спокойно кататься. И я вам скажу даже такое вот спорное высказывание, сейчас столько разгорится споров, но опять же стоит дать пометку, это применимо для Нивы. Вот, например, если бы у меня даже была бы сейчас моя та старая Нива, с пробегом уже было бы там 1140, я бы залил, например, 0В40 и двигателю абсолютно ничего не будет. Многие, ну, есть такое заблуждение среди автолюбителей, чем выше пробег двигателя, тем надо гуще лить масло. Эта глупость просто наивеличайшая. Это обычно люди с непониманием, те, кто любит лить вот эти всякие 10В40 в наших регионах, это в южных регионах надо лить густые масла, в наших регионах это делать категорически нельзя. И густыми маслами вы просто убиваете свой двигатель, вы убиваете маслосъемные кольца, вы убиваете компрессионные и все, потому что это масло сложнее снимать со стенок, учитывая все вот эти вот температурные, значит, показания окружающей среды. И вот эти вот погодные условия, климатические, влажность воздуха и тому подобное и так далее. И в подтверждение своих слов, то, что я ничего не выдумал, давайте, вот, всегда буду сейчас в каждом видео говорить, парни, пожалуйста, читайте руководство по эксплуатации автомобиля и его модификации. Открываем страницу, сейчас, по-моему, вот, если вспомню, по-моему, 108-я. И сейчас к этой таблице мы с вами же и вернемся. Давайте поставлю на паузу сначала. Вот, смотрите, в подтверждение моих слов, страница 109-я, руководство по эксплуатации, смотрите, не я это придумал, масла моторные, классы вязкости ПСАЕ и температурный диапазон применения. То есть, эту классификацию придумал не я, гуглите, кому интересно, кто хочет подробно разобраться, что значит вот эти индексы 5В40, гуглите. Я на это время тратить не буду на Ютубе. Гуглите сами. ПСАЕ – это американские, по-моему, сообщества автомобильных инженеров или Американский институт нефти. То есть, когда начала вся развиваться эта нефтяная промышленность в те ранешние годы, да, начали появляться все новые и новые производители моторных масел, нужно было выдвинуть какие-то критерии, требования, ну, к моторным маслам по качеству, да. И вот была придумана такая именно классификация ПСАЕ. Все, давайте. Тут я не буду на это время тратить в эфире. И здесь, обратите внимание, что прописывается. Минимальная температура холодного пуска двигателя. То есть, вы поймите правильно, не антифриза температура, а температура окружающего воздуха. То есть, смотрите, вот наша всеми любимая 5В40. То есть, мы прекрасно видим слева, что минимальная температура холодного пуска – это до минус 30 градусов. Смотрим вправо. Летом мы можем эксплуатировать автомобиль до плюс 35. Теперь смотрим 30-ку. То есть, смотрите, зимний пуск, холодный, 5В, 5В, Винтер. У них одинаковый, что тут минус 30, что тут минус 30. Но смотрим. Тридцатку летом в жару применять нельзя. То есть, у нее уже вязкость падает, когда на улице жара. Уже больше плюс 25 нельзя ездить на тридцатке. Вам нужно перейти на 5В40. И, например, жаркие регионы, вот про что я вам говорил, да, южные. Там уже вот они идут. 10В40 плюс 35. Смотрите, выше даже 45 градусов. 20В50. 15В40, 10В40. Выше там плюс 45 градусов. То есть, уже теплые какие-то жаркие стороны. Только и всего. Это почему я показываю, чтобы мне не писали в комментариях, откуда ты это берешь. Причет тут температура окружающего воздуха, если температура двигателя всегда 90-95 градусов. Парни, ну честно, вы меня просто убили. То есть, вы в учет вообще не берете холодный пуск, зиму и тому подобное. У вас что, машина всегда, что ли, подогретая стоит. То есть, очень такие вопросы, они немножко меня даже ошарашивают. То есть, у людей, я так понимаю, нет даже элементарного понимания. Вы в этих вопросах, любой автолюбитель, он должен немножко все-таки разбираться. Вы свое незнание все-таки ликвидируете тем, что начните читать руководство по эксплуатации. Здесь очень много полезной информации. Вы зря пренебрегаете этой книгой. В ней очень много полезных рекомендаций. Все, больше я ни на чем тут останавливаться не буду. Здесь все прописано. Любое из этих масел вы можете заправлять. В зависимости от того, в каком регионе вы живете и при каких температурах вы планируете запускать свою Ниву, эксплуатировать ее, кататься на ней и тому подобное и так далее. Здесь все прописано. Ну, а какие-то уже экстремальные температуры, это уже всякие вспомогательные материалы. Теплые гаражи, боксы, пушки и тому подобное. И так далее. И вот, например, также про... Интересно было, когда у меня еще была моя Таня его 21-го года, мне человек подкалывал, говорит, Ярик, у тебя вот там расход моторного масла есть небольшой, а ты не пробовал, говорит, маслосъемные колпачки поменять? Не слышал, говорит, про такие? Поменяй, и у тебя вообще не будет расхода моторного масла. Ну, давайте про расход моторного масла. Итак, это придумал не я, это пишет завод. Смотрите, расход масла предусмотрен конструкцией двигателя и не может быть равен нулю, иначе двигатель разрушится. Масло расходуется в основном через поршневые кольца и сальники клапанов, цель которых не абсолютное уплотнение, а дозирование, проникновение масла для обеспечения смазки. Также в небольшом количестве масла расходуется через систему вентиляции картера. Эксплуатационный расход масла зависит от многих факторов. Соблюдение потребителям условий эксплуатации в период обкатки автомобиля и, соответственно, качество приработки поверхности трения двигателя. Вязкостно-температурные свойства применяемого масла, качество применяемого масла, периодичность замены масла, это всем любителям по 10-15 тысяч кататься. Температура окружающей среды, вот, температура окружающей среды, ни антифриза, ни двигателя. Количество, уровень масла в двигателе поддерживаем владельцам. Вот, дам вам такую небольшую подсказку. Если вы так же, как и я, любите держать моторное масло, уровень в поддоне, чтобы у вас щуп показывал именно максимум, у вас всегда будет расход масла выше тех автовладельцев, которые держат его посредине. Это вот вам такая, дам вам мысль для размышления. Стиль вождения владельцев автомобиля, режим работы двигателя и маршруты движения используемых владельцев. Ну, тут еще очень много, еще можно добавить факторов, очень много. Это вот вам такой видеоответ, тоже, который люди мне говорили про то, что поменяем маслосъемные колпачки. И начинают мне ездить по ушам, что, ну, машина вообще не должна есть масла. Такого не может быть. И сам вам завод пишет, что расход масла, что предусмотрен конструкцией, он не может быть равен нулю. Чтобы все системы ГРМ, все трущиеся детали, все элементы, все хорошо работало. И не выходило раньше времени из строя, был наименьший износ, они должны смазываться. По моторным маслам немного такое, давайте в конце видео, как заключение, внесу ясности. По брендам я ничего вам не буду говорить. Скажу только одно. Обязательно это должна быть гидрокрекинговая хотя бы синтетика. Поймите меня правильно. Я не говорю про какие-то чисто синтетические масла, реально чистую синтетику, которые идут, дорогие масла. Они вам не нужны. Меня там упрекнули по поводу масла Роснефть. Ярик что-то там рейсинг не дотестировал, что-то не рассказал. Конечно, в некоторой степени вы правы. То, что меня прокритиковали, то, что я вам ничего не сказал. Масло хорошее, я на нем поездил, но я не ощутил никакой разницы. То есть нет смысла переплачивать деньги. Что вот это вот Дженнердж, на котором я езжу от Газпром нефть масла, гидрокрекинговая синтетика, что это чистая пау синтетика, разницы я не ощутил. Нет смысла переплачивать деньги. Абсолютно нет никакого смысла. Поэтому любой бренд, Лукойл, Таннека, Газпром нефть, заливайте все, что хотите. Понимаете, вот Роснефть, что хотите ли. Роснефть тоже хорошее масло. Ну давайте так, для прикола ради, я вам тоже скажу так, чтобы это, дать немного пищи хейтерам. Почему я выбрал Дженнерджи? 5В30 линейка актив. Потому что канистра красивая и этикетка блестящая. Только поэтому. Все, парни, больше ничего личного. Ну давайте, всего вам самого доброго. Спасибо за то, что меня смотрите, за то, что комментируете. Так, любая разумная критика в комментариях только мною приветствуется. Аргументированная, грамотная критика. Эти комментарии я обязательно буду отмечать, кто люди действительно дает дельную информацию. Они будут в закреп улетать, такие люди. Обязательно. Я за грамотную, аргументированную критику. То есть какие-то замечания. Если есть ко мне той информации, которую я дал, пожалуйста, пишите, чтобы люди знали правду, черпали, заходили потом в комментарии и читали эту информацию. Поэтому вот грамотные комментарии я всегда закрепляю, чтобы люди их читали. То есть я не стесняюсь признаться в том, что я могу где-то быть неправым. Поэтому я вам и говорю, что все сказанное мной, это не истина в последней инстанции. Я не могу знать абсолютно все по всем вопросам. Какая фильтрующая бумага, какие уплотнительные кольца, химический состав уплотнительных колец, химический состав стали, из которой изготавливаются масляные. Поймите, всю эту информацию в одной голове мне не поместить. Я вам оптимизировал, сказал ее простым языком автолюбителя, чтобы нас поняли все. Кто смотрит, новички, не новички. Чтобы человек посмотрел данное видео и понял, от каких критериев нужно отталкиваться при покупке масляного фильтра. На что смотреть? На что нужно смотреть? И вот эти все заблуждения, чем длиннее фильтр, тем лучше. Вот эти все басни, чем гуще масло, тем лучше. Фильтр, чем длиннее, масло, чем гуще. Откуда вообще вся эта информация берется, я вообще не понимаю. Откуда люди ее черпают? Ну все, парни, давайте на этом я видео буду завершать. Все, всем жму руку. Всем пока. Пишите свои комментарии, свои мысли, мнения, доводы и тому подобное и так далее. Всем пока.